Девочки, у меня же язык, вы же знаете, без костей. Девочки, какие серёжки вам нравятся? Вот эти или эти? Что это дешёвка безделушка? Что это? Мне кажется, вот это... В общем, не знаю. Девочки, рубашки глажу. Рубашки вот глажу. Ай, Дэнчика, рубашки. Наглажу, устаю. Язык как помело. Вы же знаете меня, девочки. Куда поставить? Хочу вам рассказать. Мужа ругаю. Говорю, что ты, у тебя язык за зубами держится. А сама, девочки, не могу. Хочу вам рассказать. Сейчас я вас куда-нибудь поставлю. Девочки, в общем, рассказываю. Это круша мешает, да? А не круша. Рассказываю, девочки, про квартиру. Квартиру. Значит, Как всё началось? Сейчас, девочки, наверное, я доглажу. Вот это последнее у меня было сейчас. В общем, в двух словах. Получится, не знаю, рассказать вам. Значит, с чего всё началось? Позвонил хозяин, хозяин вот этой квартиры, в которой мы живём, позвонил и говорит, что он квартиру продаёт. Квартиру продаёт и говорит, вы как, ну, вы же, говорит, здесь живёте, поэтому я вам предлагаю. Вы как первые потенциальные покупатели. Сколько? Муж говорит. Спросил. Сколько? Хозяин говорит, девятьсот. 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 Тысяч. Теле. Муж говорит, у меня нету таких денег. Ну, конечно, кредит. Кредит. Он говорит, у меня нету таких денег. Я говорю, а что, дешевле не отдаст? Он говорит, нет, конечно. Он не торопится. А почему продаёт, хозяин говорит? Потому что вышел на пенсию. Дочка в институте учится. Она чуток постарше октайчика нашего. Вот сколько мы здесь живём, все вот эти деньги ушли у него на образование дочери. Он сам об этом сказал. Вот сколько мы платим ежемесячно, это всё уходит на образование дочери. Мы хорошие. Хорошие мы у него. Сколько мы здесь? Одиннадцать больше лет прожили. Мы у него хорошие. До этого, до нас здесь жили. Он сдавал квартиру. Как дочка в школу пошла, они с этой квартиры съехали. Я не знаю, где они живут. Где-то здесь в Стамбулу, в Анадолу живут. Вот он в данный момент сейчас на пенсию вышел. Денег, говорит, не хватает. И решили продавать квартиру. И дочке на обучение нужно ещё. Жена с дочкой здесь, в Стамбуле, а он сам в Анталии. Ну, сейчас же лето, он в Анталии. Значит, до нас здесь жили семейная пара, молодожёны. Снимали квартиру у него. Но, говорит, в общем, сильно поругались и разошлись. Разошлись. И мы, когда пришли, вон там на верхней полке лежало какое-то кольцо. И мы это кольцо отдали хозяину. Чистая была квартира, всё. Но я когда начала всё складировать, вещи. Девочки, мне кажется, вот это получше, да? Цыганка Азар. В общем, нашли кольцо и отдали хозяину. Я говорю, отдай. Не знаю, золотое, там, серебряное. Отдай, говорю, от греха подальше. Больше ничего не нашли. И нам, мы когда снимали квартиру, нас сразу предупредил. Этот Эмлакчи наш предупредил. Мы спросили, а кто здесь жил в аренду? Или как здесь до нас? Вот мы снимаем квартиру. Кто здесь? Ну, хочется же ауру вот это вот всё узнать. Он говорит, ну, говорит, я вам скажу, вдруг вам не понравится, испугаетесь. Здесь, говорит, эта пара жила, молодожёны. Ну, говорит, они развелись. Поругались сильно и развелись, и разбежались. А муж говорит, мы не боимся. Мы, говорит, уже и Рим, и Рим и Крым прошли с женой. Мы, говорит, не боимся. И мы вот здесь вот живём. Он доволен нами. Ну, когда будем сдавать, не знаю, как будет. Но, когда что-то случается в квартире, мы всегда ему говорим, там, трубу прорвало в стене, надо стену ломать. Он говорит, ну, ломайте, что делать? Мы же топим там. Как бы, всё нормально. У нас долгов нету никаких. Это же всё через компьютер. Единственный долг у нас был за два месяца на лестничную площадку. Мы заплатили. И в этом году мы заплатили уже, короче, по максимуму. На лестничную площадку электричества. Вот это мы платим же. Мы заплатили, в общем. У нас нету долгов. И муж говорит, у меня нету, говорит, таких денег. Ну, это дорого, девочки. Для этой квартиры без ремонта дороговато. И мы же здесь живём, мы же знаем, здесь какие-то минусы есть, какие плюсы, понимаете. Ну, я бы купила, девочки. Мне прям... Я так сразу расстроилась, я прям всплакнула. Знаете, я же вам сказала, что я консервант. Я тяжело расстаюсь. Ну, хоть это и не моё имущество, но мне тяжело расставаться, правда. И, в общем, знаете, из того времени начали всякие какие-то то букашки, то какие-то насекомые лезут и лезут. Никогда в жизни не было таких насекомых, а это вот я вам даже показала. И ночью, и днём лезут и лезут эти насекомые. Я думаю, наверное, это... Ну, как, я же мнимая тоже. Мнительная такая. Думаю, наверное, это выгоняет наша квартира. То там что-то поломается, то там что-то поломается. Видать это... Пора уходить. Пришло время собирать камни, как говорится. В общем, расстроилась. Говорю... Не хочу уходить. Я мужу сразу сказала, я из этой квартиры никуда не уйду. Если уйду, то только в своё жилье. Я говорю, вот как хочешь, давай будем покупать. Давай будем покупать, потому что ты уже чайный мальчик и я. А я вообще... В общем, стали искать. Он говорит, ну ладно, я... У нас как обычно происходит. Вот раньше мы же в Ташкенте жили, тоже покупали недвижимость. И квартиру, и домичек покупали. Я у него всегда спрашиваю, какие у тебя это преимущества, что ты хочешь. Сколько квадратов, какой этаж ты планируешь. Сколько комнат. Какого года постройка и на какую сумму я могу рассчитывать. В Ташкенте как мы... Как искали? Я покупала газеты. Никаких же компьютеров, ничего не было. Я в Ташкенте покупала газеты. То раз в неделю какие-то газеты выходили. То каждый день... Ну, в общем, я каждый день на телефоне сидела. Айдынчик у нас только родился. Я каждый день на телефоне там обзванивала, подчеркивала всё. Писала, выписывала. И вот, что мне понравится, что подходит под всякие вот эти критерии. Я договаривалась, и я шла, смотрела. Айдынчика это с собой брала, шла и смотрела. Потом, если мне нравилась квартира, я уже мужа говорила, что мы там, во сколько вам удобно прийти с мужем. Потому что муж тоже работает. И всё, и мы потом с мужем ходили. Ну, мы так мало. Я обзванивала там, сразу говорила, уступка вот эта вот. Всё, сколько комнат, квадратура вот эта. Год постройки спрашивала. Какой дом панельный, кирпичный. Естественно, район. Район был важен в Ташкенте. И точно так же здесь. Ну, здесь, видите, интернет сейчас же есть. И там, на каком сайте, на, я вообще вам уже говорила, sahibinden.com.tr Зашла, там район выбрала, свой эскюдар, махалю свою выбрала. Я говорю, я из своей махалине, куда не хочу уходить. Вот, я говорю, любименька, ты как хочешь. Айдын говорит, ну и давайте купим. Я, говорит, помогу. Кредит на меня оформим, пополам с бабой будем платить. Потому что я, говорит, один не потяну кредит платить. Допустим, пять тысяч кредит мы ежемесячно будем платить пополам. Ну, как бы, как кварплату мы будем давать, да, три тысячи. Я две тысячи, айдын будет давать, он так сказал нам. Вещи у нас все есть, нам ничего не надо. Немножко там, может, ремонтик подшаманим, и все. В общем, договорились с мужичками. И решили выбирать не меньше три плюс один, не меньше ста квадратов, район. Айдын говорит, ну давайте, что вы, говорит, привязались. Мальчишки, короче, были против вот этой нашей махалии. Они хотели куда-то идти. Им не нравится, короче. Я говорю, я так думаю, ничего. Последнее слово за мной будет. В общем, я искала, девочки. Я начала со своей махали. Искала мне как-то, вот первое, одна из первых попался, вот этот домичек. Ну, подвальчик, темная квартира, не солнечная сторона. С одной стороны, с восхода солнца и туда на север. Восток и север, получается. Восток, север, восток и юг. На запад не выходят окна. Не выходят окна. Я говорю, ну я так про себя думаю. Ну а что? 500 тысяч стоит квартира. Бахчакат. Бахча большая, хорошая. Три плюс один, сто квадратов. Окна полноценные. Мне понравились. В общем, я на фотографии посмотрела, девочки. Окна хорошие. Не такие огромные, как вот, да? Потому что все-таки это же не этаж, это бахча. Выход во двор. Бахча большая на фотографии. Думаю, ну здесь, знаете, я же еще не знала, что бахча не только ты будешь владеть. Все. Ну просто мне нужно было узнать. На бахчу выходят соседи, вот когда праздники там собираются. Вот это нужно было узнать. Потом я хотела посмотреть углы. Какие углы? Плесень, месень, там вот это. Дом не уходит под землю. Дом на земле стоит. Есть комната, есть бахча, но бывает стена в земле. Нет, не в земле. Там есть вот так окна. Ну, когда я ходила, смотрела, они не в земле получаются. Они от земли, там есть расстояние. И, в общем, это меня очень удивило. Еще меня удивило, я не знала, там не было указано, что есть еще подвал. Под квартирой есть подвал. Она не просто на этих балках стоит, дом. Там еще есть подвал, полноценный подвал. У каждой квартиры, там 10 квартир в этом доме. У каждой квартиры есть своя ячейка в подвале. И там большой, огромный подвал. Еще можно дополнительно что-то ставить. Потом, это меня приятно удивило, когда я ходила, смотрела. Потом, что меня еще удивило? Удивило, что есть два туалета, девочки. Маленькая, конечно. По сравнению с этой, квадратов на 15 меньше же, понимаете? И поэтому маленькая получается. Ну, получается, что каждому по комнате. Я уже так, знаете, я когда... Это я все на картинках смотрела и вот так вот рассуждала. Мне понравилось, девочки. Дом. Дом больше 25 лет, дому. Ну, здесь моя махаля, все рядом. У меня преимущества какие были? Магазины, чтобы рядом были, понимаете? Значит, я здесь уже все знаю. В общем, думаю, надо идти смотреть. Как-нибудь посмотреть. Ну, вот, не знаю, мальчишки не хотят, и все. Мы начали смотреть. Кадыкио я смотрела. Айден посмотрел. Потом, может, тут друг есть этот риэлтор. Риэлтор, совсем другой район. Он ему начал скидывать. Бурханея. Я говорю, что за Бурханея? Вообще не знаю этот район. Ну, я и никакой район так особо не знаю. Ну, это, говорю, далеко. Нам же надо поближе к мосту. Айдена же на европейской части работает. А Уктай в институт будет. А на дому вот здесь вот. Поэтому, говорю, мы не можем. Нам нужно думать еще о детишках. Чтобы одному было удобно транспортная линия. И второму было. Поэтому, говорю, мы не можем. Бурханея – это далеко от нас. Ну, конечно, там хорошо, девочки. Вот то, что он сбрасывал. Правда, дороговатенько. Я говорю, я Бурханея тоже, говорю, посмотрела. Это тоже Усть-Удар, девочки, район. Бурханея, Махаля, посмотрела, говорю. Там можно и за 500, и за 450 конфетку найти. И квадрат 140, и в СИТ можно найти. Ну, великолепно, говорю. А то, что там по 800 тебе твой друг скинул. Но это, видать, то, что он продает, он ему и скидывает. А там же другие есть, им локчи. Он же других не скидывает. А я-то все охватила. Я, в общем, везде. Я и гуляла. Мэп-карту включаю и гуляю по улицам. Можно же гулять по карте на компьютере. Я, в общем, гуляла, все смотрела, какие дома, что рядом, как люди попадают на карте, когда гуляешь. Можно сразу контингент посмотреть, какой живет, понимаете. В общем, я все, девочки, изучала. Мне Бурханея не понравилось. Потом Муратриис посмотрела несколько квартир. Айдым позвонил, даже договорились пойти посмотреть. Потом посмотрели, посмотрели тоже по карте все посмотрели, девочки. Еще парочку посмотрели. Ничего, что-то не лежит. Вот все о том подвальчике. То о том подвальчике. Мужу как-то скинула подвальчик вот этот вот. Он говорит, ну, подвал, что сказать. Да ну, говорит. Ну, думаю, ладно. А у меня он из головы этот подвальчик не находит, девочки. Вот как-то лежит, сразу лежит душа, и все. 3 плюс 1, 500, своя махаля, бахча тут. Ну, что еще надо, блин. Потом я высокие этажи смотрела. Вот здесь вот у нас смотрела. Саладжак смотрела, 875, туда-сюда, короче. Потом муж говорит, ну, ладно, давай, говорит, за 875. Тоже, говорит, смотри, побольше тогда кредит возьмем, Айдын говорит. Побольше тогда кредит, говорит, будем платить. Ну, Айдын же тоже заинтересован. Значит, нашли Саладжак. Саладжак же хороший район, девочки. Не пойдет. А так, магазин далековато, девочки. Магазин далековато. Домичек старенький, но ремонт такой шикарный, эксклюзивный, девочки. Ремонт, дуплекс. Ой, так мне понравилось, девочки. На Саладжак квартира 875. Я говорю, все, я это хочу. Потом на следующий день договорились же, что пойдем смотреть. Может, только субботу, воскресенье можем, когда Айдын будет выходной. Мы договорились на субботу посмотреть, там хозяева живут. Они оставляют какую-то, ну, у них так как эксклюзивный ремонт, кое-какая мебель остается. Там прямо так написано в объявлении. Ой, в общем, очень понравилось. Всем, всем понравилось. Но Махаляне понравилось. А квартира шикарная, девочки. Терраса такая огромная. Ой, великолепно. Потом нашла квартиру. Все-таки я на свою Махалю, девочки. На свою Махалю. Потом нам один тоже скинул. Тоже погуляли туда. Потом я там нашла частный домичек. Полторы сутки. Ну, неплохой так можно строиться, девочки. Но это же все. Нужны тоже деньги. Сразу зайти жить. Он для нас маленький. Бахча тоже. Зато своя Бахча есть. Можно строиться как вширь, так и ввысь. Но это все деньги. Разрешение нужно брать. Это все деньги. Понимаете? А так, чтобы зайти нам, места мало будет. Не вариант. Ну, хорошее. Хорошее. Вот здесь недалеко тоже. Ближе к Капитолу там. В общем, потом... Потом здесь, в общем, договорились, походили. Не знаю, может, после этого видео покажу, где мы чего ходили. Ходили, смотрели. Один подвальчик ходили, смотрели. Ну, там плесень. Все хорошо. Квадраты хорошие. Все здесь тоже рядышком. Но плесень, девочки. А этот Эмлакчи-то посмотрел на меня, скажет, тетка-то шарит в этих делах. Не проведешь ее. Он говорит, да это типа мебель убрали. И это... Ну, там ремонт требуется. Ремонт требуется. Там тоже, говорит, эти муж и жена жили. Дрались. Там двери поломаны, окно одно выбито. Шкаф стоит тоже весь в дребезге. В общем, это... Двери надо менять, окно надо вставлять. Шкафы эти все выбрасывать. И освежить ремонт. Кухню надо делать. Шкафы не пойдут. Но там плесень. Потому что весь подвал... Это... Второй этаж, там дуплекс. Второй этаж, вообще, можно сказать, без окон. Вот он в земле стоит. Но там шикарно. Мне все понравилось. Но плесень. Вот если бы не плесень, можно было бы. Потом еще одну посмотрели. Тоже вот здесь у нас. Дом тоже 25 лет. Тоже недалеко здесь. Все, все хорошо. Восемь... Это... Семьсот пятьдесят. Три плюс один. Они из двух... Плюс один сделали три плюс один. Квадратура. Это позволяет. Ну, совсем маленькая девочка. Второй этаж. Совсем там уж мизерная. Совсем все комнаты сделали. Но ремонт такой... Ну, мы говорим, уступка будет. Ну, говорит, если будете брать, уступка будет. Это, говорит, нужно это. Это если вы реально будете брать. И на эту квартиру тоже сказали. На эту квартиру... На эту квартиру четыреста тридцать пять. И, говорит, если будете брать, уступка будет. Ну, сколько они уступят? Много не уступят, девочки. Максимум десять уступят. и все понимаете максимум ну может 720 это отдадут там 420 ну что это отдадут понимаете не знаю девочки вот не лежит там плесень здесь квадраты маленькие понимаете но зато все все вот заходи въезжай и живи все пустые обе квартиры вот а я все про тут свой подвальчик думаю думаю потом везде ж гуляла по кодеке и везде ресин паша вот это везде потом нашла там две квартиры тоже террасы с террасами и дуплекс тоже нашла квадраты такие большие транспортная развязка магазины все рядом но далеко девочки далеко я один хоть и согласен крит ну ладно пойдем но далеко я говорю нет сынок не справиться ты здесь стоишь 545 а там тебе сколько надо будет вставать я грым нет это не вариант вариант для ухтачика это близко будет от для тебя говорю это совсем далеко ты потом фарканешь и уйдешь от нас игру нет нет говорю не пойдем в кадыке он горит а я всю жизнь мечтаю в кадыке жить я горит при первой возможности пойду в кадыке буду жить я грунт и иди она мне надо и там еще знаете что там недалеко вот эти вот кабаки и вот эта улица самая такая шумно он потом посоветовался там с друзьями говорит ты чё своих родителей это ты горит можешь там жить а твои родители там не смогут жить там же эти кабаки это музыка ночные вот эти посиделки в родителям будет шумно я грунт здесь дорога вон машины ездит постоянно мовкаем фыркаем пыркаем а там говорю будут это со всех сторон музыка играть шикадым шикадым я гранит сынок он говорит ну правильно правильно как ты говоришь ладно потом потом походили а дебадем походила я тоже мэп-карта тоже нашла все ты зелена магазины все так хорошо ну тоже далеко девочки для ухтачика хорошо для и дэнчика далеко короче я опять свою махалю опять свою махалю опять к этому подвальчику каждый раз чем вот больше я гуляла по стамбулу по району тем чаще я возвращалась в этот подвальчик много и знаете мы же походили вот здесь у себя по району помахали и это разные там два три мы этих четыре даже 44 задействовали 4 еще один одному позвонили договорились а он нас повел в ту же квартиру которую мы видели которую мы смотрели мы говорим вот эта квартира он горитая мы говорим мы тут видели а мы видели там четыре квартиры тоже самые нижние этажи сразу две квартиры справа две квартиры слева они две полноценные отдельные квартиры 1 плюс 1 но они все вместе продаются 875 и с этой стороны говорит уже купили вот с этой говорит а 810 810 1 плюс 1 там отмечено как 2 плюс 2 типа 140 квадратов там ничего не 140 квадратов типа дуплекс это две полноценные квартиры кто-то сверху будет жить кто-то внизу кто внизу будет жить у них там кухня это american мудфак комната с кухней объединены объединены и этот комната отдельный муж очень больно совсем малюсенькая спальня совсем малюсенькая спальня и зато бахча огромная бахча огромная но это будет на два хозяина опять делить надо будет у тех вообще бахчи нету вот если мы это купили то будет хорошая бахча соседи уже те типа купили игру ну раз они купили может они не хотят бахчу а когда мы ее сделаем по-божески они скажут башча же общее будем вместе пользоваться я так не хочу и короче ну и я говорю если что давайте вы например мальчишки будет сверху жить отдельно мы снизу будем жить ну мало 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 там места для нас мало это если бы круглый год лето было на бахче бы можно было сидеть там и кушать и а это же зима все равно будет ты же дома будешь сидеть а где что дома будешь в общем не вариант айду ну не понравилось а мне такая идея понравилась я уктаю сказала уктая глаз квадратный мужа тоже показала такую идею сказал он готова тоже горит хорошая идея мальчишки сверху мы снизу типа бахча есть как ты хочешь тоже горит неплохо можно это на заметку типа оставь а у ктачика крыть его а чё горит мы с собой будем отдельно жить все бы ну да вы же говорю большие мальчики уже короче так я бла-бла-бла языком потрепала а у самой вот этот подвальчик в уме из ума не из головы не выходит понимаете девочки вот прям приглянулся мне этот подвальчик все не знаю хотя понимаете вот эти жуки лезут лезут в квартиру мы их всех боимся этих жуков мальчишки боятся и я боюсь они же летающие такие еще со звуком игра это бахча будет там как чего только не будет лезть вот хочу ой короче девочки это говорю муж в один прекрасный момент вечер мы с ним когда общались я груз знаешь чё давай говорю купим вот это я говорю 500 стоит во первых ремонт можно сделать ты же сказал на 600 я тебе на 500 нашла сейчас говорю пойду с айденом посмотрю он говорит ну давай я грудь можно тебя на громкую связь это ну и там показывать я там люди живут люди там же внутрь дома говорю мне все понятно внутри дома и мне вот некоторые вопросы есть я им задам мне бахча интересует размер бахче и вот это он говорит ну давай и пойдем посмотрим типа по связи меня это я грудок можно же и ворота сделать и поднять забор он горит так можно говорит если бахча позволяет можно горит как отдельный вход сделать там в общем у нас фантазия с мужем разыгралась а короче пошли пошли а это оказывается наш сосед продает м лакчита это риэлтор который нас сюда поселил и это пошли договорились ему с ним а он тоже интересный муж ему позвонил позвонил договорился а он говорит надо с хозяином там же живут люди надо у них спросить когда можно прийти и может быть этот риэлтор он же понял что он же сказал что я там типа до шарда ну за границей он ему не звонит я и дыну говорю ты иди спустись скажи что мы хотим посмотреть когда можно я один пошел спустился он говорит он говорит я жду ответа тоже пока не то и один только поднялся и он ему пишет сразу типа через час пойдем смотреть девочки я свой инструмент в руки и пошли я же знаю где это находится армянская махаля я же вам рассказывал у нас здесь рядом армянскому халю вот в армянском халю я буду жить и значит вот вот я зашла девочки в эту квартиру нич вот как будто я же ее вижу изучила от а до я по картинкам и помыть карте я же все единственное вот я поразилась а вот этом я зашла сразу на бахчу мы зашли вход в это спустились а зашли коридор меня удивил на рисунке коридор был все-таки как-то поменьше коридор меня сразу удивил побольше коридор чем на картинке думаю вот плюс потом я говорю а я там уже нарисовала photoshop сделала уже говорю эту стену уберем если позволяет эту стену говорю уберем чтобы кухню увеличить в коридоре вот так вот сделаем говорю стол поставим типа это зимой там как-то мы где-то должны же питаться а летом говорю будем на бахчи сидеть на бахчи я там уже все нарисовала как будет он говорит на бахчи не знаю стены разрешат нет если горит разрешат то я тебе о горит сделаю и огромную все муж давай я короче пошла зашла вот в это коридор меня удивил потом ну я так особо не рассматривал потому что я уже все там знала где чё это я уже когда смотрел картинки я уже даже представляла где чё куда я чё поставлю понимаете не интересовала бахча я сразу прямиком мы пошли мы с разрешением вышли на бахчу я как начала девочки как идиотка кашлять я не знаю чё эти горит у тебя аллергия горю не знаю там слива у них станет еще какие-то цветочки может действительно у меня с роду не было так может отмазки я запыхавшись еще они грит воду дать я буду да я с собой воду не взяла они мне дали а вода холодная ну и дачу я скажу дайте мне теплую что скажу же спасибо что то отдали воду хорошие молодые пары почему молодая пара почему они это видно на картинках у них много там детских кроваток они у них детки в общем мы сюда приехали селились в эту квартиру мы сказали что мы вот здесь живем эти соседи этот наш продает квартиру вот хотим купить вашу а не а вы почему продаете а мы говорит это расширяться хотим нам говорит это тесно не хватает детишки у нас и я по бахче сразу мужу позвонила игру вот сюда 10 шагов моих туда 12 шагов и сразу смотрю на бахче соседи вышли из соседних квартир на бахче вышли сразу стали смотреть две женщины вышли потом сверху женщина со второго или третьего этажа женщина говорит о типа чего вы здесь ходите а им лакчи наш говорит квартиру мы смотрим квартира продается она горит до продается что ли да типа мы пришли покупатели пришли а ну ладно горит а то я слышу а я же по-русски болтаю там бахче хожу шаги меряю она горит а я слышу типа иностранная речь какая-то я банджи типа это думаю еще узнаете меня в общем это женщины турчанки соседки мои будущие кошечка тут гуляет по бахче говорит у соседи кошечка есть черная такая как пантера в общем все с бахчо все разобрались а бахча меня девочки удивило бахча на рисунке она меньше на в реале она еще больше меня очень это удивило я все про бахчу прошу соседи выходят нет говорит не выходит ключ говорит есть там есть это калиточка вот эта решетка у соседи грит у трех есть ключи у домкома и у нижних этажей кто живет тоже есть потом говорит это ну квартиру пойдем посмотрим пойдем игру угол можно посмотреть вот мне вот этот именно вот этот угол меня интересует но там у них стояли эти коробки я говорю можно посмотреть она грида да пожалуйста но там же коробки я же не буду коробки отодвигать но я так руку где можно было так у руку стенку потрогала ну вроде ну сейчас жилет сухо конечно сухо но не видно там что плесень знаете бывает что плесень и и потрешь все равно краска видно что нет на сразу поняла что я ищу плесень она говорит квартира сухая говорит мы вот как 10 лет а я говорю когда ремонт делали там покрашена а у не же детки и на стенах это стены разрисованы я говорю у меня дети два говорю сына тоже на стенах рисовали что первый что второй она грида да мы говорит это красили я говорю а когда говорю вы красили она говорит два года назад мы красили стены вот здесь в квартире я говорю не везде а я говорю а на лестничной площадке а говорит лет десять назад на лестничной площадке хорошие состояния лестница еще лучше девочки чем у нас здесь узко там совсем как мебель таскать не знаю потом но мне понравилось октай у айдына там тоже планы свои стали сразу на бахча и в общем по квартире походили комната вот этот туалет я увидела второй туалет что так тоже приятно удивил у них там полноценный унитаз они поставили не такой не алла турка полноценный унитаз два унитаза в квартире получается хороший чистый второй туалет и сбоку есть раковина такая приличная видать тоже зеркальце есть так в уголочке ее на фотографиях не видно было единственное что у них я говорю а где у вас стиральная машинка я не вижу потому что туалет вот главный туалет я так особо не заходила в комнаты девочки все-таки люди же живут чушь по углам лазить не будешь я гра где я не заметила что-то я не как-то на глаза не бросилась машинка они горят на балконе на балкон у них хорошие девочки балкон же там пути как тоже получается ну не балкона вот это выход на бахча они вот так ограждение сделали покажу там говорит стоит машинка стиральная а я говорю а печка где у вас потому что кухня же маленькая у них под газовой плитой вот где вот это газ где мы кушать готовим у них нету этого фары на духовке нету а где духовка там стоит у них этот посудомойка кухня малюсенькая совсем девочки малюсенькая холодильник у них низкий низкий холодильник где-то вот такой и здесь шкаф почти вот такой шкаф и холодильник вот как шкаф у них здесь стоит я говорю наш холодильник не влезет под этот шкаф а я говорю а можно эту стену поломать чтобы расширить кухню осмотрю стена такая толстая девочки они горят не знаем наверно можно игра где план брать у меня же я же говорю язык без костей где сама говорю где через айды на переводчика они говорят ну там-то там-то короче надо брать я говорю ладно муж наверно знает это чё я говорю меня вот бахча интересует а этот риэлтор да я уже понял говорит твой это что тебя бахча интересует сосед то наш это тебя говорит только бахча ты особо по квартире то видишь не ходишь бахчой занимался и это потом я говорю может стену поломать если в коридор но они горят ну это уже не знаю я бра соседи как они горит на моих ничего не скажет ой плохие соседи не скажет что потом я там ай у вас написано этот айдат 50 теле стоит они говорят а мы говорит это не сдаем у нас горит есть здесь квартира соседняя мы ее арендатором сдаем и за счет вот этой аренды квартиры обеспечиваем порядок в доме я мужу то сказала муж говорит это значит у них кпж квартира есть это раньше когда так строили одну квартиру оставляли для кпж которые люди приходят будут порядок наводить в доме мыть там где чё это как бы платить немножко будут и вот на эти деньги будет дом существовать порядок за бахчовой будет ухаживать эта семья и муж говорит так и каждый человек вот десять квартир эти каждый ну десяти плюс кпж квартира каждый имеет процент как на бахчу каждая квартира собственной квартиры имеет долю на бахча и долю вот на эту кпж квартиру и в общем чё еще хотят сказать девочки сумбурно так все девочки потом вытяжка она я грамм кастры есть у тебя она горит есть а у нее так спрятано думаю хорошо что есть хорошо что есть у альбинчика ну я уже выделила кому каждому комнату выделила я игра какие вещи забираете она горит ну вот это вот типа остается вот это остается ну вот это большой огромный шкаф там где я буду спать остается потом зал у них правда квадратный вот через зал выход на бахча это говорю муж здесь будет обитать я говорю там где вот это гардероб вот этот огромный большой шкаф октайчику малюсика комната и альбинчик вот эта комната ну альбинчика побольше октайчик уж больно маленькая на фотографии она побольше была комната за счет чего там кровать стоит а когда я пришла смотрю а кровать то маленькая где-то полтора это длина полтора не два не метр девяносто полтора и вот не знаю когда мы пойдем вот муж завтра должен приехать попрошу попросим пойти посмотреть муж должен тоже посмотреть чужим кота в мешке покупает он же ничего не видел только на картинке все что я ему говорю и и говорит это измерить метраж возьму по мере в общем уже думаем ремонт муж будет делать там я ему сказала вот это вот это хочу убрать ладно потом говорит этот я говорю а когда вы съедете потому что мы же тоже на аренде нам надо немножко подремонтировать и въезжать они говорят мы съедем когда вы нам дадите деньги мы получим эти деньги и будем себе жилье искать так я говорю жилье можно искать и месяц и полгода я грунт ну не может столько ждать же мы же тоже сами на аренде нам не выгодно мы купим квартиру в общем не знаю потом ну месяц а потом по закону говорю сколько надо он может спрашивал я же не знаю эти законы он горит 45 дней по закону не больше 45 дней дается съехать с момента покупки 45 дней прошло и все и ты можешь это типа выгонять ну ладно ладно потом платить налог будем только мы ну там как договоритесь знаете изначально этот млакчи нам сказал что вы будете платить потому что когда он продавал 10 лет назад вот эту квартиру и эти платили потом когда он опять ее сейчас продает теперь мы будем платить если мы эту квартиру будем продавать те кто будет покупать у нас и те будут платить налог муж уже дистанционно заплатил вчера не помню сколько 55 с лишним заплатил дистанционно много заплатил все девочки завтра приедет оформит квартиру наде он приедет на один день четверг приедет пятницу обратно улетит самолета все девочки дай бог чтобы это просто много беготни будет вот это единственное что у них кондиционеров нету говорит квартира теплая сухая кондиционеров вообще в комнатах нету я не заметила и один говорит жарко было мы зашли жарко на улице было жарко и мы ходили по квартире прохладно было подвалом никаким не воняло в квартире ну видите лето окна двери все открыто проветривается же квартира может быть это запах не ощущается а зимой может будет ощущаться не знаю девочки потом у нас же кондиционеры антенну говорю как мы будем а кондиционеры ладно поставить можно антенна горе нам надо купить у нас антенна единственная девочки нету антенна нам надо у нас еще и крутма можно друг на друга у нас приспособления нет в общем в голове сразу такой сумбур я грудок мы можем я говорю муж мы можем холодильник куда-то в другое место поставить а место холодильника туда засунуть эту машинку посудомойку а где у них посудомойка стояла шкафчик докупить и кухонная гарнитур у них хорошие девочки менять можно не менять вообще это стены можно подкрасить и по желанию можно паркет заменить можно потому что там где-то я речки это поломаясь как у нас поломались порожики может быть заменим не знаю посмотрим но покрасить надо и вот если мне память не изменяет по моему в главном туалете был было окно такое малюсенькое это для проветривания а в этом аллатурка туалете вентиляция по моему было вот если я не ошибаюсь и в общем шкафы она говорит остаются вот это вот большой шкаф спальне остаются что-то она еще сказала остается ну гарнитур вот эта кухонная остается анкастры говорю остается она горит остается думаю ладно если остается очаг нет наверное остается но я про вот эту спросила потому что у меня вот это нету и очаг не надо купить но я ее очаг не хочу я другой потому что планирую у нее по моему очаг этот сплошная вот это или это электрическое или электрическое вот это сплошная короче я такое не хочу девочки потом говорит подвал есть под нами говорит можно всякую шара-бара туда мы горит складываем и мы же пришли м локчи своим ключом открыл подъезд на сетап мы звонок позвонили потом нам двери открыли домофон не въезд наверное домофон и интернетная линия наверное у нас же здесь это розетка скорее всего тоже есть думаю есть я вот это не обратила короче телефон есть конечно коридоре вот эта линия розетка вот это я не знаю но это все можно сделать подвал спустил меня вот это тоже удивительно было подвал такой огромный свет везде включился но там такие это надо там в общем надо немножко подремонтировать домком есть у них в это подъезде я грудок ворота если делать и стену поднимать с этой стороны это для нашей безопасности а там с другой стороны поломали и противоположную улицу видно дом строят а дом горы построит солнце загородиться и венам солнце не будет на бахчу попадать и надо короче воспользоваться возможностью стенку поднять стенку поднять для противоположного дома а здесь можно сетку сделать от соседи такая полупрозрачная стенка сетка есть я может показал или бамбуковая стена нога тоже полупрозрачная дырками и ворота говорю надо сделать обязательно это для нашей же безопасности я думаю соседи не будут против если ворота поставишь тоже также ключи дашь те кто умеет ключи в общем я не знаю девочки планы конечно наполеоновские ну как чего будет я не знаю не знаю девочки первый раз в квартиру покупать много чего не знаем у того спросим тот так скажет этот так скажет в общем я не знаю девочки как будет дай бог будет все хорошо когда уж это я вы видео выпущу не знаю вот рассказала чтобы чтобы радости радости полные штаны как говорится но ночью спать не могу нормально днем мне не естся и не пьется и не спится девочки как я так как в мультике баба и каблин и не естся мне и не спится мне мне столько это планы планы наполеоновские я вот кровати мне надо ищу сейчас нашла кто старые вещи покупает приходят звонишь им они приходят шкафы и там ну вот все забирают потому что есть вот эти шкафы и детские кровати мы их не сможем перетащить они во первых у нас уже рассыпались от времени да и спеши что сможем потащим что не сможем здесь оставим поэтому хозяину то это надо надо даром наши мебели и надо куда-то выносить а это на мусорку не вынесешь нужно вызывать вот этих в общем ну там 100 200 лир дадут хорошо не дадут лишь бы забрали они перепродают или там куда-нибудь на переработку ну короче лишь бы забрали кровати шкафы и вот эти есть у меня айдын то говорит я вот это ничего не будет не хочу я себе другое куплю я грунт это другое купишь а это же надо куда-то девать в общем сижу вот этими вещами занимаемся ну посматриваю еще недвижимость а чего уже посматривать недвижимость уже налог заплатили потом сразу же дали денег чтобы он сайта м лакчи нашему чтобы он сайта снял объявление он сказал сначала 10 тысяч надо дать потом на следующий день когда муж ему стал при этом он говорит ладно 9 9 стали ну как бы по-соседски 9 за то чтобы объявление снять что это все квартира как бы уже все ну в общем такие правила как мне муж вот объяснил я вам объясняю вот так девочки радости полные штаны говорю ну уж больно это 5 октября не сказали мы съедем подписали заявление на основании вот этого заявления снимается объявление в интернет сайте на странице и как бы это уже договор между покупателем и продавцом что это и указываешь как у сколько ты наличным один пошел не перечислил на болтала наврала не перечислил на карточку нет он ему это наличь наличные до наличные вру не карточка нет бояться здесь карточка здесь другие сложности с этими карточками наличными хозяин хочет все наличку короче и в общем девочки вот такие дела хочется уж побыстрее вот это все муж говорит буду буду дистанционным будет делать ремонт отправит не знаю но мне не разрешит туда девочки ходить не разрешит и ключа у меня же не будет чтобы туда ходить в общем вот такие вот дела и замки будем менять в общем девочки вот такие дела так что поздравляйте квартирку дай бог вот завтра муж приедет и ну как-то быстренько надо здесь все сделать а муж одну прививку то спутник сделал а на вторую прививку нету спутника узбекистане ждут они и он с 1 а у него время уже пришло вторую прививку делать за он все девочки несколько дней температурил я говорю господи еще температуру тебя самолет не пустят прям а чушь температуру говорю такая 37 и 0 37 и 1 но это же уже температура я крюй что делать блин у них же там жара короче девочки не знаю много ушло это больно много суеты суеты много в общем вот такие дела девочки наболтала вам 50 минут рассказала еще пока не чувствую что квартиру купила почему потому что даже дети спрашиваю чего не покупаем что ли чего не покупать ну дети радостный ауктай говорит ну хоть в свою комнату будет я буду так она такая как папа как коморка папы карлы я буду ты не обиделся сынок а он говорит ну чё какая есть в общем мне надо говорит посмотреть я говорю и картинки тоже не могу показать объявление же сняли а я только бахчу на это я же на бахчу а так комната я особо не там же люди живут чушь я буду фотографировать не снимала бахчу в общем девочки вот такие дела как будет как это планы наполеоновские дай бог ну чё же я не заслужила девочки уши до 50 лет дожила моя свекровь тоже в 50 лет приобрела квартиру тоже говорить в 50 лет мне было свекрови говорю 50 лет было горит и мы с отцом или квартирку где в долги слезли где как там детишки горит тоже уже большие подросли стали помогать а так тоже как не могли так что девочки вот нам братья будут помогать братья мужа братья мужа один денег немножко дал а второй будет это бегать с мужем вот здесь тоже один же не может бегать он же на работе будет айтен его встретят в аэропорт а с меня-то толку мало видите я только могу полазить по сайту найти подходящее жилье по тем аспектам которые ну по тем преимуществам которые мне муж как бы задал я вот нашла жилье он не сказал пределах 600 су я ему нашу нашла за 500 я говорю может торговаться будет может 400 800 сбавит а этот сказал говорит нет я за 560 продавал объявление было за 560 и говорит тут снизил и вы пришли снизил говорит и как-то сразу вы пришли а так тоже стояла на продаже квартирка за 560 так что будет я ее с ним ну и знаете я там ухала ахала мне бахча же понравилось они видать поняли они спросили и говорит а м лакчи говорит а чё типа муж то не будет смотреть я грудок последнее слово за мной он говорит ну правильно если женщине понравится то и муж одеваться некуда будет а я говорю муж а вдруг тебе не понравится я там он горит о чем не понравится играть все понял я горит все понял ну мы с мужем хотели отдельный вход делать но видите нельзя нельзя может как-нибудь со временем еще бы бахчика тут эти квартирки подкупим в этом же доме тогда уже как бы на правах у нас уже будет больше права мы ее оставим облагородим всю бахчу после долгу бахчи там много девочки очень и это все этого дома нашего и все имеют право на эту бахчу понимаете мы ее облагородим ну себе уже немножко как бы побольше возьмем понимаете со временем ой у меня наполеоновские планы девочки дай бог пути в общем вот такие дела девочки так что язык за зубами у меня не держится вот такой сюрприз для вас и